Храм на родине Аркадия Пластова в Преслонихе настоящий памятник русского зодчества был уничтожен огнем в мае 2016. Однако уже с первых дней руководство митрополии, региона и общественность активно включились в дело восстановления утраченной святыни. Расчистка завалов, установка фундамента и сруба. Строительство велось в рекордные сроки. Сейчас о прошлогодней трагедии напоминает лишь обгоревший крест. Самое главное, это что могу отметить, это от души, вот все отнеслись к этому очень и очень ответственно. И помимо сбора денег, вот тот, кто имел в своем бизнесе, допустим, технику, какой-то материал строительный, все они сюда поставляли без каких-либо, ну, будем говорить, ограничений. На выходных построенный храм наконец-то обрел купола. Событие совпало с православным праздником Покрова Святой Богородицы. Три купола в один и два метра в высоту полностью соответствуют облику тех, которые были до пожара. Перед установкой их осветил митрополит Симбирский и новоспасский Анастасий. Хочется верить в то, что в ближайшее время все-таки в нем начнется, начнутся совершаться богослужения. Я хотел бы поздравить всех нас, потому что мы все ожидали этого момента, когда храм будет похож уже на храм. И сегодня он вновь засветится своими золотыми куполами и, наверное, будет ярче и привлекательнее. Поздравить жителей и поблагодарить всех тех, кто не остался в стороне от проблемы, приехал губернатор Сергей Морозов. Глава региона принял участие в установке самого крупного купола. 31 января, год в день 125-летия, со дня рождения вашего замечательного земляка, нашего замечательного земляка, Аркадий Александрович Ластова, мы с вами должны открыть в полном объеме восстановленный, красивый, новый, очень современный храм. Далее губернатор осмотрел храм изнутри. Внешние работы уже завершены. Предстоит внутренняя отделка, в том числе восстановление иконостаса и необходимый утварь и иконы. Здание будет под круглосуточной охраной. Церковь будет собственностью области, собственностью министерства. Здесь она будет музею принадлежать. Здесь, естественно, будет служба. Она уже частично есть, потому что мы его эксплуатируем, охраняем. А так здесь будет и видеонаблюдение, и пожарная цивилизация. Для созданного храма епархии передадут старинные иконы. А для обители простые прихожане приносят утвари иконы. Их также восстановят реставраторы. Дарья Сударева, Новости Ульянской правды.